Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я предлагаю сделать вот такой набор для кухни, который будет в себя включать три предмета, хотя в дальнейшем вы можете сделать и больше. Такой комплект может служить прекрасным подарком для мужчин, которые любят готовить. И даже в одном из комментариев меня попросили сделать досочку именно для мужчины. И я думаю, что такой вариант может украсить любую кухню. Друзья, я решила сразу сделать целый набор для подарка. И поэтому приготовила вот такие различные вещи. У меня труба, но это не от линолеума намотана. Упаковка для масла сливочного была. Вы можете взять несколько бобинок от скотча склеить. Также я буду делать бутылку. Бутылку можно взять абсолютно любую. Бывает сразу с красивыми пробками. И будем декупажить еще досочку. А вообще набор может быть абсолютно любым. Здесь нет никаких ограничений. Это могут быть еще часы для кухни. Это может быть просто стеклянные банки. Что угодно. Раз мы планируем делать набор для мужчины, соответственно и тематику я подобрала такую более мужскую. По поиску в Яндексе я нашла картинки про ванц-повара. И Яндекс выдал различные картинки. Поваров было очень много. Там можно было выбрать картинки одного художника в разных вариациях. Но я почему-то решила наоборот сделать. Я выбирала по цветовой гамме, чтобы это были похожие чем-то картинки. Но в то же время они были, чтобы абсолютно разные. Но создавали какую-то композицию. Распечатала на простой обычной офисной бумаге, на струйном принтере. И просто вырезала, чтобы не отнимать время. Также нам сегодня нужны будут акриловые краски, акриловый лак, клей ПВА, морилки. И будет нужен любой клей. Я взяла полимерный для того, чтобы мне приклеить дно. Друзья, все заготовки я покрыла белой акриловой краской. И прошлась наждачной бумагой. Немножечко все прошкурила, чтобы поверхность была везде гладкая. Будем делать сразу три работы. Первая это будет досочка. Будет бутылочка для масла. И я планирую, что из вот этой трубы у меня получится держатель. Здесь удобно будет ставить поварешки, деревянные какие-то лопаточки. Все наши задумки будут рабочими. Вначале я хочу на все заготовки приклеить картинки. Чтобы они быстренько высыхали. Для досочки я приготовила вот такую картинку с таким поваром. Приклеивать я буду на клей ПВА. Работа у нас будет совсем не сложная. Поэтому я и замахнулась сразу на три вещи. Истончать я ничего не буду. Промазываем клеем хорошо картинку. И теперь то место, куда будем ее приклеивать. Тут уже нужно постараться приложить ровненько. Можно было сделать какие-то пометочки себе. Где-то не попал клей. Обязательно все просматриваем. Накрываем файликом. Оставляю просыхать. Следующая у меня идет бутылочка. И я планировала вот эту картинку разрезать вдоль пополам. И приклеить пополовинки на каждую сторону. Кстати, у кого есть салфетки, пожалуйста, можете применять. Очень много на тему Прованс есть салфеток. Две стороны у нас приклеены. Что мы делаем с трубой? Мне нужно вырезать дно, приклеить из картона. Приклеиваем можно на горячий пистолет, можно на полимерный клей. У меня распечатка получилась как раз по обхвату вот этого нашей трубы. Банки, как не знаю, как мы ее назовем. Поэтому я сейчас приклею это все по центру. Хотелось бы мне, чтобы здесь прям получилось ровно-ровно, стык в стык. Потому что картиночка... Картинка, кстати, здесь бордюрная. Вот так у меня получилось. Значит, сошлись все места. Сейчас подсохнет, мы это все лаком покроем. Вот эта фактически незаметная ступенька, она все равно будет присутствовать сегодня в моей работе. Но я так и планировала. У меня сегодня работа, я вам сказала, Прованс. Она более идет немножечко такая простая, более грубая. Внутри у меня еще не покрашено, но я когда немножко наждачкой проходила вот эти места, картон идет по спирали, и вот эти места нужно будет подклеить и закрасить все внутри красочкой. Любой. Можно коричневой, можно белой. Может быть, вы придумаете еще какое-то применение. Ну, мне кажется, вот если даже еще в дополнение к этому комплекту сюда купить красивые половники, деревянные ложки, то вообще будет очень красиво смотреться. Чтобы им пользоваться, вовнутри нужно будет поставить любую баночку или обрезать бутылку пластиковую вставить. Я сейчас закрашиваю краской, но было бы лучше, если здесь пройтись еще шпатлевкой, потому что у меня гофрированный картон. У кого картон будет не гофрированный, то вообще будет замечательно. Просто приклеили и все. Картинки под лаком у меня проявляются. Дно можно будет закрасить попозже, а можно, конечно, и на этой стадии. Друзья, а теперь давайте дадим всему просохнуть. Цветом, который присутствует на картинке и в то же время не является основным фоном, я вот закрашиваю всю белую поверхность. И немножко захожу на картинку. Делаю это губкой, для того, чтобы не было видно переходов, что у нас приклеена картинка. И не забываем покрасить торец. Итак, я прошла все три наших заготовки. А теперь буду использовать различные трафареты. Вот трафареты я сделала самодельные, разные кирпичики, разные полосочки. Так краска мне нужна будет. Вот как здесь основной фон идет, такая бежевая, и темно-коричневая. Чтобы был контраст вот с основным фоном, который мы покрасили вокруг. Сейчас буду смотреть, куда что применить, потому что ведь все три заготовки у нас абсолютно разные, с разными картинками. Поэтому и применить мы можем здесь тоже разные трафареты. Краску навела я очень темно-коричневую шоколадную. Потому что, мне кажется, если я сейчас начну что-то здесь делать черным цветом, будет очень грубо смотреться. И навела светлую в тон, как дом здесь покрашен, примерно старалась. Здесь у меня и бежевая, и белая, и желтая краска добавлены. То есть попробуйте, посовмещайте. Два цвета навела для того, чтобы наше окрашивание трафаретом, они были объемные. Поэтому вначале я буду брать темный цвет. Он потом создаст некую тень. Я не буду полностью весь трафарет заполнять. Можно было бы подклеить его скотчем, чтобы он не прыгал. Здесь хочу немножко попробовать полосочки сделать. Немножко здесь полосочек сделаем. Здесь внизу я сделаю более длинные кирпичики. Я когда работаю с трафаретом, захожу немножко тоже на картинку. Просушиваем. Берем другую губку, берем другую краску. Трафарет я быстренько протираю влажной тряпочкой. И он готов к работе. Трафарет прикладываем к тем местам, где мы прошли с темной краской. И делаем небольшое смещение. Например, вправо и вверх. Или вправо и вниз. Или влево и вниз. Я сделаю, например, вправо и вверх. Чтобы тень падала вниз от кирпичиков. И сейчас набираю светлую краску. И прохожу этой светлой краской сверху. Где-то, может быть, еще что-то захватываю больше. Смотрим, что получается. И получаются у нас вот такой объемный. Объемные вот такие кирпичики. И смотрите, как цвет очень совпал у меня с цветом дома. Поэтому я могу где-то еще и зайти на сам дом. В принципе, то же самое мы проделываем со всеми трафаретами. Полосочки я просто буду совмещать немножко вправо. Картинка наша уже выходит за рамки обрезанной части. То есть распространяется фактически на всю досточку. Мы ничего такого не применяли сложного. А получилась вот такая уже объединенная работа. Вот на бутылке я применять буду полоски. На бутылке здесь, конечно, немножко сложнее. Хотя можно было бы тоже сделать и кирпичики. Но мне бы хотелось показать вам то, что можно применять различные способы, которые, в принципе, будут и объединять наши работы. А теперь я воспользуюсь морилками. Поверхность у нас сейчас, где окрашена, не залакирована. Залакирована только картинка. Морилками я буду затемнять только края. Углы и края. Как бы делать уже законченный вид нашим работам. Что я сделала? Морилки у меня на водной основе. Они без запаха. Я соединила. У меня палисандр взяла большую часть. Она очень темная. Очень темно-коричневая, красивая. И взяла немножко лиственницы. Слегка зажелтить. Так как у нас здесь вот такие желтые оттенки присутствуют. А еще я сюда добавила акриловый лак. Все сделала, в принципе, на глаз. У меня получилась такая жидкая консистенция. Не боимся запачкаться, потому что все на водной основе. Почему добавила лак? Морилка на водной основе. То после того, как мы ее нанесем на любую поверхность, морилка высыхает. Но когда мы начнем смазывать все акриловым лаком, она опять растворяется, соединяясь с водной средой. Запачка эта испортит нам всю картину. А когда мы соединили ее с лаком, вот с клеем ПВА я не пробовала, вот здесь у меня с лаком. Я уже пробовала. Тогда после высыхания она уже имеет необратимый процесс. То есть она уже не растворится. Набираю немножечко морилки. Сейчас вы увидите, какой будет эффект. Вот я прохожу торец и немножко захожу здесь на нашу поверхность досточки. Краской мы такого не добьемся, если только ее сильно развести водой. Такого эффекта трудно добиться краской. Здесь очень-очень легкий такой спокойный переход. Уголочки можно пройти посильнее, затемнить. Вот теперь уже будет такая как бы законченная работа. Я не очень люблю состаривать работы. Вот смотрите, я даже даже немножко прохожу здесь вот по кирпичикам, по каким-то окрашенным мною местам. Не забываем про торцы. Вот их можно и посильнее пройтись. Как получается, еще не высохшая работа. Легкий-легкий эффект вот такого деликатного состаривания. То же самое сейчас я сделаю и на остальных предметах. Я надеюсь, вам это все видно. Сейчас нужно будет просушить и покрыть все акриловым лаком. Друзья, я предлагаю посмотреть итог нашей работы. Немного покручу со всех сторон. Желательно все предметы покрыть еще любым алкидным лаком, чтобы на кухне они подольше могли стоять. И мы не боялись их применять в работе, чтобы потом можно было и помыть. Друзья, вот так легко и просто. Мы сделали вот такой красивый комплект в стиле Прованс. Кстати, такой комплект может служить не только прекрасным подарком для мужчины, но и украсит любую кухню. А я на сегодня с вами прощаюсь. Если вам это видео понравилось или было полезным, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!